МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Женщина погибла на переходе. В Сургуте иномарка сбила человека. Это третий смертельный случай с участием пешеходов с начала года. Нашли родственники в двух городах Югры с интервалом в два дня. Четыре человека погибли, задохнувшись выхлопными газами автомобилей. И в западном районе Сургута заработал новый участковый пункт полиции. Здравствуйте. В эфире программа «Что произошло» в ближайшие несколько минут у самых заметных ЧП в Сургуте и Югре в студии Дмитрий Круковец. В Сургуте иномарка на пешеходном переходе насмерть сбила женщину. Трагедия произошла 19 ноября около 10 часов вечера на улице Профсоюзов у 51-го дома. По предварительной информации, Сургутянка прошла три полосы. И когда до тротуара оставалось не более 10 шагов, ее буквально снесла легковая «Тойота». От столкновения пострадавшего отбросила на три десятка метров. Женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Известно, что за рулем находился 57-летний мужчина. Он не сбросил скорость перед «Зеброй». Расследование проводят в полиции. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. С начала года на дорогах в Сургута погибли уже три пешехода. Родился в рубашке. Водитель ВАЗа выжил после лобового столкновения в Сургуте. Около восьми часов вечера в воскресенье на Студенческой улице столкнулись «Лексус» и «ВАЗ-2109». По предварительной информации, водитель отечественного авто на перекрестке с Островского намеревался повернуть налево по направлению к памятнику основателям города. Мужчина, управлявший внедорожником, ехал навстречу по Бажову в сторону 50 лет в ЛКСМ. Как предполагают в полиции, ВАЗ не пропустила на марку. Произошло столкновение. В результате отечественное авто отбросило на 30 метров назад. Его кузов искорежен, а водитель остался жив, получив в ДТП множественные ссадины, ушибы, переломы и повреждения головы. Он лечится в травматологической больнице, ведется следствие. Еще один человек получил небольшие травмы в ДТП на Аэрофлотской улице. Там легковую Тойоту при заезде на Виадуку автовокзал занесло и бросило на разделительный бордюр. Удар пришелся в водительскую сторону. У этой японской машины она справа. Однако подушки безопасности сработали слева со стороны пассажира. Теперь виновнику ДТП предстоит ремонт и своего авто, и городского имущества. С начала года в Сургуте произошло 220 аварий. 300 сургутян ранены, 12 погибли. За аналогичный период 2019 аварий было больше 300, 405 участников дорожного движения. Тогда получили травмы, 16 человек скончались. Два пожара за пять дней. В дачном кооперативе под Сургутом вновь сгорел дом. Сообщение о пылающем здании в Сотбриз-1 поступило в дежурную часть МЧС 21 ноября вечером. На место отправились две спецмашины. На тушение одноэтажной постройки ушло около 15 минут и 5 тонн воды. Каркас строения был деревянным и утеплен пенопластом, поэтому горение оказалось очень сильным. По данным телеканала Сургут-24, хозяин использовал помещение для временного проживания. 16 ноября на соседней улице в этом же кооперативе также сгорел дачный дом. В обоих случаях обошлось без пострадавших. В качестве приоритетной версии двух возгораний рассматривается замыкание электропроводки. Точную причину установят дознаватели. В Нижневартовске и Сургуте четыре человека погибли, задохнувшись выхлопными газами автомобилей. Это предварительные версии смерти югорчан. Днем 19 ноября в салоне машины, стоявшей в гараже в одном из кооперативов нашего города, найдены тела мужчины и женщины. В минувшую субботу утром в столице Самотлора также в автобоксе обнаружили погибших молодого человека и девушку. В обоих случаях гаражи были заперты изнутри, люди обнаружили родственники. Телесные повреждения и иные признаки, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере ЧП, отсутствуют. Оба дела под свой контроль взял Следственный комитет Югры. Назначен ряд экспертиз, но предварительная причина четырех смертей – отравление выхлопными газами. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Массийскому автономному округу Югре в связи с наступлением холодного времени года и участившимися случаями отравления выхлопными газами автомобилей обращает внимание граждан на то, что длительное пребывание в салоне недвигающегося транспортного средства при заведенном двигателе или в ином замкнутом пространстве, например, гараже, наполненном выхлопными газами, опасно для жизни и здоровья. При поддержке депутатов городской мэрии и управления внутренних дел в западном районе Сыргута заработал новый участковый пункт полиции. Он расположился в пятиэтажном жилом доме на улице Крылова, 21. У офиса силовиков теперь отдельный вход, несколько служебных кабинетов по одному на каждый микрорайон, которые входят в зону обслуживания. Есть помещение для задержанных, санузел, обеденная зона. К опорному пункту подведен интернет, компьютеры подключены к специализированным базам МВД. Условия отличные, шикарные условия. Я на самом деле много видел участковых пунктов полиции. Разные они были совсем. И здесь хочу сказать, что будет комфортно работать сотрудникам. Самый главный функционал есть, мы сейчас проверили. Компьютеры работают, в общем, не манекены стоят. На самом деле можно заниматься работой. Они подключены ко всем базам. Ездя отдыхать, и зона там ездя, и санузлы есть, и кухня, значит, где можно там перекусить. Самое главное, что действительно огромное количество строительства идет здесь. Часто говорили, что 90 тысяч рыгамушек. Да, и именно нужно было здесь шаговой доступности, именно в этом районе. Считаю, что вот это достигли, сделали. И население только спасибо тоже скажет. За этим участковым пунктом полиции закреплены 8 микрорайонов в западной части Сургута и десятки дачных кооперативов. На вверенной территории проживают около 90 тысяч человек. По словам депутата окружной думы Рината Айсина, реконструкции этого помещения добивались 8 лет. Однако реалии таковы, что уже возникает необходимость в создании полноценного отдела полиции номер 4. Он был в структуре МВД, однако в 2011-м его расформировали в рамках реформы Министерства внутренних дел. Здесь территория обслуженная большая, практически город-мегион. Два пытьяха. Как два пытьяха нашего региона. Здесь нет ГОМ-4, в свое время приняли решение, что его сократить. Соответственно, мы знали о том, что здесь необходимо создать условия, чтобы участковые работали в полный рост. Конечно, на перспективу, что такой большой район, 90 тысяч практически покрывает, и еще дальше в сторону юности будет строиться. Количество граждан будет только увеличиваться. Наверное, разумно и говорить уже о полноценном городском отделе полиции. На этом все. Это была программа «Что произошло». Вступайте в наши группы в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Предлагайте и публикуйте свои новости. Я, Дмитрий Круховец, с вами прощаюсь. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова